Лыхненский храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны построен в X веке. Сейчас его черепичная крыша реставрируется и поэтому перекрыта временной кровью. Это крестовокупольный храм, отличающийся строгостью форм, гармонией и чистотой пропорций, что свидетельствует о большом мастерстве зодчих. Архитектурные принципы построения Лыхненской церкви те же, что и храмы Питсунды. Материал ее – известняковый отесанный камень, добытый в соседних горах, купол восьмиугольный. Стены храма украшены красивыми росписями. Они уникальны не только своей древности. Их своеобразие определяют сюжеты, детали и трактовки которых не имеют аналогов в средневековой храмовой росписи. Основная тема – прославление Богородицы. На территории Абхазии это единственный памятник, содержащий средневековую живопись в таком значительном объеме. Изначально роспись покрывала все стены, своды, столбы и купол. Сейчас фрагменты лучше всего сохранились в центральной апсиде и на некоторых столбах. В Успенском храме много замечательных икон. Икона Богородицы Знаменья, называемая также Абхазская Божья Матерь, имеет надпись на абхазском языке «Пресвятая Богородица, спаси нас». Это чудотворный список с образа Божьей Матери Знаменья из Серафима Понятаевского женского монастыря. С 1914 года этот образ находится в Лыхнинском храме. Образ Богородицы Целительница, старинный список иконы Избавительницы из Новоафонского монастыря. Икона мироточит, от нее исходит тонкое благоухание. Над царскими вратами тайная вечеря. Иконы в иконостасе выполнены в колоритной технике чеканки по металлу. Лыхнинский храм был построен в X веке в честь успения Божьей Матери. За тысячу лет этот храм много пережил, много видел, много поколений молились в этом храме. Но он сохранился, не был разрушен ни разу. Даже сохранились фрески в то время. Здесь по истории очень была сильная вера в абхазском народе. Когда пришли турки, татары, арабы, перси, здесь проповедовали мусульманскую веру и строили мечети. Днем они строили, а ночью абхазы приходили с гор и разрушали до основания. Такая была сильная вера у этого народа. Конечно, потом был упадок этой веры, но сейчас снова возрождается вера. Очень заметно, как много молодежи, детей приходят в храм Божий, молятся, принимают крещение, принимают все таинства, исповедь, причастие, обвенчаются. Есть, конечно, проблемы, расколы, но с Божьей помощью это преодолеется и опять будет единство веры православного народа в абхазском. Подашь Господи здравия и спасения схемонахини Марии и сохрани нам многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Спаси Христе Боже, спаси Христе Боже, спаси Христе Боже. На многое лето, на многое лето, на многое лето.